Несмотря на то, что Корт внешне как брат-близнец похож на своего предшественника пулемет НСВ «Утес», технически это совершенно разные пулеметы. Корт имеет другой спусковой механизм и газовый узел. При проектировании этого пулемета удалось добиться того, что он работает более надежно в затрудненных условиях, то есть при загрязнении и обледенении. Кроме того, он обладает и другими отличиями, делающими его абсолютно уникальным. Пулемет «Корт» изначально комплектуется сошками, и это пехотный вариант. Также существует вариант на станке 6Т7 для установки на блокпосты, и он может быть размещен на любом виде автотранспорта, танках и даже кораблях. Как и винтовка, пулемет «Корт» также прошел некоторый путь в борьбе с отдачей. Для него был создан дульный тормоз, изменена система отвода пороховых газов, и самое главное, что пулемет «Корт», в отличие от «Утеса», научились стрелять в сошек. Посмотрим, как с ним справится наш стрелок. Огонь! Кроме дульного тормоза, измененной системой отвода газов, пулемет «Корт» оснащен амортизирующим прикладом. Но все равно энергии, которую он выдает, слегка и хватило, чтобы девушка весом в 50 кг уехала вместе с пулеметом на метр. Отчасти это произошло из-за размещения пулемета на сошках, но важно, что никаких болезненных ощущений наш стрелок не испытал. А испытала только удивление и восторг. Панкратический прицел 1П71-1 предназначен для ведения прицельной стрельбы из крупнокалиберной снайперской винтовки АСВК. Он используется для ведения прицельной стрельбы на дальностях от 100 до 1500 метров, в дневное и сумеречное время, с увеличения в диапазоне от 3 до 10 крат. В прицеле 1П71-1 стоит 17 оптических элементов и еще большее количество вспомогательных деталей. Всего в конструкции прицела их насчитывается около 200. При весе в 1300 грамм, то есть одна деталь, в общей сложности весят менее 10 грамм. Поистине ювелирная работа. Существует три основных способа нарезки канала ствола. Первый, собственно, нарезка. В этом случае нарезы делают при помощи специального инструмента, режущая кромка, которого двигается по одному нарезу и проходит его за один оборот заготовки. Эта операция повторяется с каждым нарезом, пока они не приобретут необходимую глубину. Во время нарезки инструмент протягивается от шпинделя токарного станка, двигаясь по стволу от патронника к переднему срезу. Второй способ называется метод волочения. После того, как заготовка ствола просверлена, производится полировка, делающая внутреннюю поверхность идеально ровной. Из карбиды вольфрама изготавливают пуансон, на поверхность которого наносятся бороздки в соответствующей форме нарезов. После чего его протягивают по каналу ствола при помощи гидравлического пресса. И третий тип — метод радиального обжатия. Этот процесс используется на заводе имени Дегтярева еще с 1975 года и является максимально надежным. И самым быстрым. Роман, что мы сейчас будем делать? Мы будем собирать пулемет-корд. Пулемет-корд. Из каких основных частей состоит этот пулемет? Ствольная коробка, возвратные пружины, патрубок, рама, тяга перезаряжения, впусковой механизм, крышка, ну и, конечно, ствол. А какая последовательность действий и чем я могу тебе помочь? Сейчас мы ставим ствольную коробку в специальное приспособление. Так, берем ствольную коробку, ставим ее в приспособление. Закрепляем. Так, последовательность сборки какова? Сейчас мы будем устанавливать крышку. Давай устанавливать крышку. Пружинка, крышка. Есть какая-то самая важная часть в этом пулемете или все части очень важны? Все части взаимосвязаны и, конечно же, важны. Что ты сейчас делаешь? Я завожу пружину. Все можно собрать при помощи крючка и молотка. Так, следующий элемент пулемета – корт. Устанавливаем патрубок. Так, что я могу, куда его, куда пихать патрубок? Спереди. Спереди. Здесь есть специальная выемка. Выемка. Все. Все, патрубок установлен. Да. Затем мы установили раму и возвратную пружину, усилие которой составляет порядка 30 килограмм. Здесь мне впервые пришлось применить силу. Так, пружины, пружины. А где стопор? Вот. На себя надо слегка поджать пальцами. И после этого... Поджал пальцами. Сильнее. Поджал. Все, пальцы нужно убрать. Пальцы убрал. Все, уже установили. 30 килограмм. Поддались моим пальцам только так. Теперь надо поставить спусковой механизм. Спусковой механизм. Куда он устанавливается? Он ставится в задней части пулемета. Нашли его в предварительное положение. Предварительное положение есть. Нажимаем на эту чуку. Он присел и толкаем вперед. Все. После этого нам осталось только поставить струн. Так, 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 так. Здесь главное, чтобы попало канал отвода газов, правильно, да, это называется? Газоотводный. Газоотводный. Все. Пулемет собрал. Ну что ж. Полторы минуты. И пулемет готов. Мы едем стрелять. Круг, конечно, немножко яйцо, но надеюсь, что попаду. Мишень готова. Я тоже готов. Сейчас короткой очередью 10-15 патронов по кирпичной стене, за которыми стоят бочки с бензином. Приготовились! Пли! Дымится! Стрельба по мишени ведется патроном с бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей БЗТ-44. После вылета пули из канала ствола, стрелок видит ее путь, что позволяет корректировать огонь. Зажигательное действие пули БЗТ при ударе о броню аналогично действию пули Б-32. На дальностях до 300 метров под углом до 30 градусов к нормали пуля пробивает 20-миллиметровую броню, а на дальностях до 1000 метров дает трассу красного или белого цвета. Зажигательное действие пули БЗТ при ударе о бронебойно-зажигательно-трассирующей пули БЗТ при ударе о бронебойно-зажигательно-трассирующей пули БЗТ-44. Хотя после того, как по ней поработал пулемет Корт, я не знаю, кто здесь за ней мог укрыться, но я эту стену точно разобрал. Крупнокалиберный пулемет нужно дать в линейные подразделения. Кроме того, в будущем он потребуется для оснащения боевых машин и роботов. Такой пулемет потребует других технических решений. Он будет легче и наверняка там будет использоваться еще более мощный патрон. Ковровские оружейники-дикционовцы создали идеальное оружие калибра 12,7 мм. И по праву назвали его своим именем. Он просто пир. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ